Приветствую вас, дамы и господа, с вами Рирс, это игра Атлас, и давайте спустим Драгонслейра с верфи. Па-па-па-бам, па-бам! Кудыш! Называем его Драгонслейр. Хорош. Назван. Боты поставили. Пока что еще не все. Поставили крафт-зону вот такую все-таки. Пришлось нам сделать верстак и все остальное. Видите, сколько веса на нем? Это пипец как много. Садимся за штурвал и потихонечку плывем. Все. Укомплектованы. Итого у нас 15 из 16. Еще одного человека можно на корабль организовать. Ну что, господа, я готов выдвинуться в плавание. Пока буду плыть, прокачаю корабль в команду, чтобы дополнительно хотя бы 3 или 4 человека на нем могли появиться. Чтобы его можно было во время боя чинить. Давайте быстренько вам его покажу. В прошлой серии мы его строили. Строили, строили и наконец построили. Я за кадром сплавал за носовой фигурой и скины на паруса. Вот такие вот. Взяли гир, взяли винтовки, взяли железную броню. Ведра забыли единственное взять, чтобы тушить этот хлебанный корабль. Либо черпать из него воду, если он затонет. Сейчас еще ведра возьму. Решил его не красить, потому что, я так полагаю, планочки у него повлетают. Первого дракона убьем. Если все пойдет по маслу, то пригоним его обратно и будем его красить. Убить нам нужно 3 дракона. В регионах J11, G4 и, по-моему, F8 или F6. Все это можно посмотреть на карте ресурсов. Пишите в поиске драко и появляется. Может быть сюда кадр вставлю. С координатами, не координатами, а с местоположением драконов. Где они находятся, посмотрим. Всего дракона 3, остальные это гидры. Убьем босса, с них выпадает ключ. Этот ключ вставляем в пещере, в золотом регионе. Ну, там, где, собственно, обитает босс. Получим новый танец и получим 40 поинтов открытия. А может быть и 80 поинтов, я не помню, сколько дается. Но, в общем, левел, как минимум, у нас один будет. Пока я вам немножко расскажу про этот корабль еще. Зачем такая постройка делается. Это вообще пвпшная постройка. Ну, либо для фарма кораблей. Ну, в общем, боевая постройка корабля. Она делается для защиты основного корпуса корабля. Вот эти вот печеньки, так называемые, крыши наклонные. Они служат впитывателем урона. Губками для урона, который проходит по кораблю. Если воевать, ну, допустим, с теми же ботами, то перед тем, как корабль вражеский доберется до ваших планочек, ему нужно будет прогрызть вот эти печеньки. Закатывается все вот этими печеньками с двух сторон, чтобы и внутренняя часть, и наружная часть вся была вот так выглядела. Но мы решили немножко сэкономить по постройкам, потому что у нас здесь вот такая вот крыша, которая дает нам тоже дополнительную защиту от дракона. Когда будет дракон дышать огнем, сюда встаем, и, по идее, не должен он дышать. Ну, это все будет тестироваться, если что, будет допиливаться. В чем сложность боя с драконом? Дракон, ну, во-первых, его нужно будет выманить на море. А чтобы это сделать, его нужно будет как-то загреть каким-то образом. Этот тварюга летает. Попробуем его винтовками подманить и загреть на корабль. Ботом включим атаку по дракону. Дракон очень быстрый, он обгоняет корабль. То есть он будет постоянно кружить над нами, а боты по нему будут стрелять. Поэтому расположение ботов такое. По три с каждой стороны. Сделали мы тысячу патронов для баллиста, и будем смотреть, что же произойдет. Дракон плюется огнем. Этот огонь, он будет выжигать нам вот это вот все барахло наше. Просто наизичи, я думаю. Ну, если у него урон такой же, как и был раньше. Дракон жесткий. Поэтому посмотрим. Потонет вообще этот корабль, не потонет. Ну, здесь вбухано как минимум 4000 золотых. Это по 1000 золотых каждый парус. И носовая фигура, по-моему, 800 золотых. Короче, посмотрим, что произойдет. И вот так можно, кстати, будку капитана застроить. Какая-никакая защита есть. Будем прокачивать ему 200 сопротивления. Немножко в команду кинем. 5 пунктов, я думаю. 5 лвлов. А остальное все будем тупо в вес. Чтоб он был побыстрее. Выглядит это очень сомнительно. Вся вот эта красота корабельная. Вот смотришь. Допустим, на Бригантину она тоже в Биг Хелен, либо Блэк Хелен. И они выглядят замечательно. Со своими постройками на них. Да либо взять тот же Галеон. Ну, выглядит как обычный такой корабль. Парусный. Парусный деревянный корабль. А здесь уже какая-то китайская джонка. Ну, еще специально такие паруса воткнули. Они похожи на крылья дракона. Маленького такого дракончика. Хорошо разворачиваем парус. Сзади у нас, как видите, рулевой парус установлен. А спереди основные паруса. Скоростные. Брига у нас. Планки синие. Перегородка. Желтая. Ну, палуба. Желтая палуба. Желтые паруса. Скоростные и синий. Поворотный парус. Из того, что было, то и скрафтили. Хорошо. Нам сейчас нужно будет плыть вниз. И, походу, будем плыть против ветра. Твою мать. Посмотрим. Вот так это чудо выглядит. На трех вот таких вот замечательных парусах. Плывет еле-еле. Господи. Хорошо, давай сейчас тест на скорость сделаем. Тест на скорость. Максимальный ветер. Те девять узлов с максимальным ветром. Ой, это ас. Смотрите, господа, шторм. Я сейчас нахожусь вот в этом вот, в этой будке, в сельском туалете. Блин, сейчас бы найти. Но вот попробуют в этот заплыть. Хочу проверить вам показать. Давай поставил. Здесь на острове три открытия. Чего-то не будет тонко носить. Чего-то можно все делать. Сейчас покажу, что меня не коцает. Видите, на правой стороне экрана значок такой палатки. Это значит, что я нахожусь в убежище. Блин, дай мне хоть одну-то. Там мель. Вот, смотрите, заплываю шторм. Меня не коцает. Круто, да? Шикардопль. Все, уходим отсюда. Так что, вот вам на заметку. Если страдаете от штормов, собственно, ваш персонаж страдает. Видишь, сейчас не холодно. Вообще все, за шибум. Потому что он находится, по сути, в доме. Но за штурвалом. Ох уж эти баги игры. Наверное, разработчики не предполагали, что такое возможно будет сделать. И, как видите, обзор от третьего лица. Все нормально. Господа, у нас печальные новости. Ветер не какущий. Мы сейчас плывем до острова. До ближайшего. Практически приплыли в регион. В тот, который нам нужен. Вот сюда нам просто приплыть и все. Ну, сейчас будем плавать, качать наш бригантин. Пока не качнем еще один экипаж. У нас еще один человек появился. Будем вчетвером ее убивать. И вот поэтому просто кружим. Сейчас выставим все. Здесь очки открытия получим. У меня уже 192 очка открытия. Сейчас будет 194. Лутанемся. И еще поплаваем. Немножко половину левела докачаем. Может быть ветер изменится. Но ветер вообще никакой. Ну, что это такое? 5 узлов. Максимум там будет у нас скорость. 6 может быть. 7 узлов. А с такой скоростью нас и вот этот шхунер будет плыть не отставая и драконить нас. Потому что у ботов ветра нет. Им похеру куда плыть. Вот такие вот вести. Вести с полей. Путем опытов было ясно, что за подъем сундуков. Крюком бардажном. Ну, просто сундуки, которые в воде. Плавают. Опыт идет в корабль. Тем самым мы сейчас прокачаемся. Мы сейчас просто плаваем. Ждем пока будет нормальный ветер. Но ветер уже нормальный. Слева в порту будет сундук. Вот сейчас вы смотрите наглядно. Сейчас должно прокачаться корабль, по идее. Ну, в зависимости от качества, конечно, корабля. Как и сундука. Давайте теченьки, блин, можно сделать красиво. Ну, чтоб смотрелось. Но это надо прям заморочиться. Ну, у меня там нос бы не получился. И смотрится бы так себе. Он же апмоса корабль. Итак, как известно, дракон дамажит огнем. И есть вероятность, что он подожжет наш корабль. Чтобы его тушить, нужно использовать бочку. Как же забрать воды? Просто подходишь к бочке с водой, нажимаешь на левую кнопку мышки, и он черпает воду с этой бочки. Вот видите? На показатель воды смотрите. Показатель воды убирается. И зачерпывается в ведро. Вот так. Все. Ведро фуловое. Если его убрать и потом поставить, ведро, к сожалению, будет пустое. Вода вылится. Так что нужно с ведром в руках находиться. Печально. Господа, врубая запись. И пусть все идет своим чередом. Посмотрим, к чему нас приведут сегодняшние приключения. О, сразу кораблей куча прорисовались. Я пока висел. Все. Все отвис. Вот давайте мырнем. Какой нырнем, блин, Димон? Там корабли красные. Прекрасный корабль. Зима. Я 19,2. Справа и слева по курсу. Сундук. Слева? Слева, слева. Слева возьмем. Слева, слева возьмем. Прилетовый который. Берем. Есть ты на запись, бери на запись. Беру на запись, Димон, беру. Специально для тебя. Все, давай. Быстрее, Димон, за нами погоня. Так швыряйте. Так ты что не швыряешь? Я швыряешь. Я зацепил. Смотрим на опыт, сколько вольется. Мифическая большая деревянная рама для ворот. Ну что? Вот, кстати, сейчас посмотрите на остров в бинокль. В трубу. Видите, в кухне, это голубую. Ну, вот это типа Explorer. Вот, на всех местах вот такой, это голубой бинк купол. Под всем там островом и на мелкими тамкими-то вот всякими кистями. Ну, где Discovery. То есть, если ты не взял этот Discovery, у тебя был этот купол, да? Да. Прикольно, слушай. Предлагаю слиться обмель. Далеко прошли. Ой, ё-моё, это что такое было? Это, походу, дракон рычит, да? Вот такой свет сейчас был яркий. Просто вот здесь такой ровный проход. Может быть, здесь можно до замка дойти. Мне кажется, замок в центре стоит, просто остров. Ну, кстати, отсюда замок достаточно близко. Поэтому давайте здесь припаркуем всё. У вас тоже потух остров? Да. Он, наверное, туманом накрыл. Чертовщина какая-то творится. Министика. Сейчас такой... О, пацаны, здорово. Дракон. Я вас заждался. Один про дуфа, нет корабля. А боты на агрессии стоят тут? Нет, ну там же атаковать цель можно поставить. Таргет дракона выделим, они будут стрелять по нему. Они будут уже всех бы карасей, вы тут перебили. На ходу. Берег нормально даже. Четыре утра. Ну, я, насколько я помню, прям ужасный. Был только один квадрат, где прям, ты считай, к берегу щепнул. Берег глуховидный. Прям в упор в берегу всё. Ага. Пармят интересно драконы или что они сделают? Давно лишь стоят. Двенадцать человек. Это восемь человек. А у Галик Прокодсона у них в хламину, он брошенный, видимо, здесь. У него семь тысяч из двенадцати планок. Ну, уже фармят на ремонт. Ну, пушек-то нет. Да. Пушек нет. Они вряд ли... Кузовые контейнеры стоят. Он, скорее всего, брошенный, мне кажется. Потому что он уже раздраконен. Прилично так. Каждая планка по 7. Планка. Что такое? Сука, кто сейчас выстрелил? Эти штаты не новозил. Я. Твою мать. У меня добавилось дополнительное седая волосина, блин. Нормальше. Адреналитик. Мой щитарок третьего ура. Хоп, щитарок. Однажды, не сырок. Там, сабли, зубы. Одиннадцатого. Ну, давайте сначала это глайдеры брать не будем. Это может такого заманим. Сейчас возьмем оружие, поотстреливаем тут всех. Все это мелкую банджи вкусть и вовсе тигров. У нас же баллисты есть, можно на баллисты нагреть. Дорого. У нас тысяча снарядов. И сколько на дракона надо? Ну, если хорошо попадать, то все-таки хватит. За глаза. Нет, нет. Там, по-моему, уронбен понерфили. Может больше. Но в целом там штук 60 надо. Вижу опасного коня. Нужно его срочно подстрелить. Так, что там надо на планеры крафтить? Шел или должен, во-первых. Кератина нужна, я помню. Вот сейчас как раз по... Подстреливаем тут. С них много будет падать. Оружия больше нет? Там много оружий. Посмотри. Этот... Конь был опасный, да? Надо было срочно пристрелить. Вешеный. О! Динозавр этот. Разорхут. Из-за 11-го левела. Левела. Саблезуба его зовут здесь. Лол. Шикарный период. Я принюхе и говорил. Ты про щитомородника говорил. Контакт. Его, мое. Херам жирный. Три выстрела со снайпой. Путь вблизи на него посмотреть. Да дайте посмотреть. Да дайте посмотреть. Мне кажется, со щитомородников будет падать. То, что нам нужно. Кератин. Костя, мясо, кожа, костный мозг. Ну вот, Костя, это и есть бинкератин. Там же, в чем прикол, ты собираешь или киркой, или топором. Там, по идее, разные ресурсы подойдут. Топором больше, а киркойлу больше мяса. Она бывает разной ресурсы, еще падают. Пера по нему урон это проходит. Как по трайку тоже, если в морду стрелять, минимальный урон. Четыре, вообще, видал? Корпус 32. Можно балим? Кого? Ну, его можно избавить. Из-за болезни. Сейчас он нам что-нибудь отломает. Да, что он отломает? Маленький. Первый левел у него. Треть. Прошу прощения. Намного больше. Сейчас я его пойду в шпага и зарежу. Ну, это будет скат сзади. Ни хера себе, бодается. Ты посмотри-ка. Такой, у вас пушистый, а не поплавленный. Я в голову Вайлдеру, хлопту как. Ну, да, дымка пропадает, прикольно. А, тут еще есть точки интереса на таких островах? Да, ну, тут их 18 штук. Хера себе. Что-то много-то. Шаришь подводные еще. Ай, твою мать. Ну, вот так подзорку смотришь, вроде ничего не видно, чтобы что-то светилось. А, нет, вижу, вижу. За замком светится. Точка интереса. Блин. Слушай, ты где раньше-то был с этой информацией? Столько бы проблем решилось сразу. Занимались разведкой острова, можно было при помощи подзорки облутать вообще все точки интереса. Выносить не по 2 с острова, а по 8. Ну, по 10 иногда. Ну, и я же забываю часть. Я не все помню, прям досконально. Я эту дымку как бы видел раньше, но особого значения не придавал. Думал, это эффект такой, когда в подзорку смотришь. Накладывается типа линза, там преломление света, все дела. А тут, оказывается, ты гораздо проще. Что-то гораздо лучше. Ну, слушай, он не такой уж опасный остров. Я помню просто те острова, там было еще ад. Но он слева бы на огненные этих деталях, уже двое. Пацаны, мы так хорошо. По нему роду, стрелять бесполезно текает. Главное, чтобы дракон далеко прорисовывался. Я прошлую гидру нашел в кустах. Она в деревьях была. Смотрите, что за херня какая-то непонятная. Сроды бы не понял, что это гидр. На глайдере лечу, смотрю, дай-ка, думаю, на угу. У меня нету его просто. Не изучить. Есть, есть. Я поставил тоннель. 6 металла, 24 кератина, 32 бенволокна. А тут все копейки стоит. Скал здесь мало. Придется на постройку залазить. А там элементаль, боюсь, мне сейчас сжарить. Матч-то спрыгнует, долететь до скалы. Но там не долетаешь. Сука. Элементаль загрелся, походу. Да, бля. Я отнес. Пахер. Угу. Вот. Это крафчика 9 штук. Нам хватит. Запасы. Теперь можно их не экономить. Сейчас разворона. Грифов, блин, это жесть. Там еще и львы, и кого там такой, сука, не было. Надо как-то попробовать поближе подогнать. Ну давайте с той стороны посмотрим. Может быть реально там будет подход. Глеб, ты через лево пойдешь по горе? Я пролечу через лево. Ага, вижу. Он залез над землей. Прикольно, слушай. 161 левела. Там два элементаля и дракон. Могу, в принципе, снять его и идти. Че, готовы уже? Ну да, я сейчас как раз умираю. Так, элементаль. Вы на всякий случай сейчас все умрите. Взрывательно, он там сорвал мясо. Умирал. По дракону попал. Я встал. Ввиду. Меня подожгли. Кого тут, сука, только нет за мной? Сейчас пока только элемент. Максимально привел, как мог. Ну вот он, да. Он тут прям, вот он повис, элементалью возвращается, а дракон висит. Вот это круто. Давайте все вставать. От сушек. Крутой дракон. Да, Димон, наверное, отвалился, да? Нет. Жень, жень корабля. ну давайте чуть-чуть он вроде ушел бы чай делать так и не вернулся могу быть так дракон возвращается по ходу не корабле быть живой то можно убивать ему дадут так но он загрелся на меня и мальчик да я даже один удар его пережил он забавился в текстуре может ему так и на шатай час час стрельну попадаете я вот пытаюсь я попал 1019 а алисты бы не проходит он разбоговал да сейчас я сдохну грешность на корабле херстинг винтовка со второй боты стреляют по полисте видишь и жжет это кто по нему стрелял еще кроме меня ванек умирая ну кто стрелял по нему с винтовки умирайте если это так работает или или в воду без прыгните он просто будет он не успокоится он будет кружиться все плаваем тогда а можно не это отплывать зачем куда путь ну кстати то ты куда не стрелял у него я пошел он заберет его но он вообще не попадает по одиночной силе да по нему и боты не попадают надо походу самому стреляться я указал он а месте он поставить и он он багуется в стенах и вот и убьют стены а так то ничего он убегали бы обиделся пойду свой заберу вот тогда я не знаю ты можем местом сменить потому что когда вот он зависает да он чувству персию стенку и из-за этого нему бы ну но урон ночь не проходил с винтовок ты проходил да он скорее всего него просто нужно на море вытащить и все на море будет проще то давали блин я думал он жестче будет он даже с одного удара меня не убил у меня хп сотка да ровно 100 прикинь поскольку он дамажит вообще крополей я заговорил что элементали это жестче чем дракон 1 10 это не дракон такой-то петух только гребень большой за грел да хер его знает лол он сейчас пролетел продамажил огнем и по мне не попал все горит вокруг а я нет мне он два раза вот сейчас продамажил по мне я плечу на корабль могу нормально дамажит сейчас сдохну все на корабле стреляйте по нему агрите он улетел для но его можно заагрить не знаю но винтовка 200 дамажит валетит вовроде баллиста попала даже 1 тончо упустил свой корабль о 170 111 баллиста дамажит лоб уж очень подружил уши из друзья попасть еще надо видишь тоже и перезарядить его попал 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 ира себе у нас у бота сыгрыз прикинь на глухо даст на удар и улетают да они его переделали бы теперь угад сложнее бы набить так они не на этих стояли боты не за баллистами передний вот и кто их поснимал ну блин что-то дракон все ожидания сломал я думаю будет эпичный бой в воде он будет сжечь нас мы будем тушить огонь там паника начнется тут попробую сначала заагри на себя сучка какая-то убираться не хватит пока уже сражаетесь я посижу там на горе заберу последний последнюю кинийскую крюку я сколько выжигается он дерево не жжет лол а нет жжет вот вот уже по моему бот сдох на еще один фиксируется лист он улетел все пел виндом ажу ну парус нормально выжигается слушай его нормально давай 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 шмаляй там куда они стреляют кира он дамажит чем у нас чувак бегает по кораблю вот афак это русский зачем там и корабль залез ну стим не кноп у него русский по русски написано сука ну у тебя стим не грузки алё чё ты дурку разыгрываешь не долетаю я говорю тебе что у нас на корабле то нужно ты зачем там залез я слон гибью лишь посмотреть дизайн вот ю лэнгвич говорит они верят убивались неинтересно чем до добил шо блин воина идет плыву все прикалывается что ли походу нужно просто встать и ждать пока нам всех ботов сожрет мы всего лишь расстреляли 200 болтов так что не страшно на счет 900 запасе есть шансы есть если он причем или генил саду вообще шикарно вот отсюда прошел о выдвигается давай к нам капитан кирпич помните вообще никто выпад выделил плотами так я буду пробовать латика я залез на наверху что либо слышит порог по все забагался идеально сдавай 600 назад помощь получит урон и я плата вот так встану вот да ничего не регионится слушать баллай раундом может коснул только пожалуйста не улетай сейчас это винтовочку с пулей заряжу шипси будет улетать шлюп вот попадаем даже вроде потихоньку чё полетим плывем попробуем по чуть-чуть его отвести или не рискование он же упирается в слона все основные вариант урон прокачаю бригантине нашей было больше вытазал он улетает стреляете я не успел изрядиться ну слушай нормально нормально так он на то же место стал аккурат не там видимо . спавна вертолюгу короче нужно в следующий раз есть пойдем на дракона поставим одну вертолюгу даже три вида вертолюги чтобы они по периметру стреляли и дает он короче мне лут забрать сволочь еще и как один блин мне нужно в билла шапана нефиг как это лучше сделать ну просто лут однозначно мы забрать на них лишь у нас винтовок нет вообще дим ты там вооруженный опасен нубе и крык крокодайла блин он меня уже замучил то около бенгалеона там топчется где дракон летать там пытаясь там забрать луты и плюс там ладно в дракон еще и крокодилы пристает одна зеленая и пилю 3 выстрел на на все вертолюги есть я сюда наверно ботов поставлю вот тогда называть наш корабль не dragon slayer open slayer и чайка slayer летит выделил в таргет давайте вертолюги не подведите но вертолюги вертолюжечки я улетел хрен куда он за мной он меня думал над водой давайте вертолюги ну грёбаные вертолюги блять ни разу за куни перебили этого не могут подстрелить с из винтовки стрелять еще улетит посмотрите свой сын 3 1 3 прошел дома вали и раундом пламя свою разливаем упраждаю были сажал он улетает богоноса в гору элементом болит улетит летит лететь вертолюги стреляйте давайте стреляйте 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 по нему улетает у меня поход за веру давай 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 забавался разворачиваешь вертлюга вертлюга давай ну хоть одна тот ясно какой-то пшик идет от вертолюги на урона не проходит просто пшик поджог и думки только то вы конечно быть убейте кожа было попал видел две баллисты прям влетели ну еще дуплет да тут и тысячи пять не хватит такими макаром нормально 700 есть вова смотри как наш малевый бот и элементарь что-то подозрительно подкрадывай зарядку дал уль усиленную счетливы куда попала вы ни одного урона сиди нанесла не едно единиц я затагрится нужно попасть по нему срочно так хорошо пробуем поколю следующий раз ни хера себе он меня сжёг прям за штурвалом собака такая стул и весь там ведерко он не тушит японский стыд эээ какого бота убили эээ это зато они бьют морских окуней так еще один бот вздох нас остался один бот давай братишка я бы по нему так не выпадем мне кажется а чтоб он в стенку уперся о это вертлюга было да это было на боли это винтовки были так еще минус бот осады как завис шикарно вид есть попала вертлюга 278 дамажит полы горят блин он до меня не долетел и убила давай вертлюга все жопу арбалеты ставим вертлюги 25 вертлюда залп именно с драконов и раундом сжирает слушать обильно он бота на вертлюги убил станьте на вертлюгу станьте на дно вертлюги его ладость отпускаю оттарится может и язык и стенку улетит на него он полный и херестовый мосток сняли я и за пару за ничего не вижу пару прям голове просьбам глядящихся шелчинить а где этот крен улетел ну последняя надежда она не может быть размещена представляете ее нельзя на корабль поставить еб японский стыд а ну вот какого хрена что в не такого им пола на ней нельзя убить бен бота груз печаль короче хорокири блин обмачивающими для пулса все выделил таргет так идет обратно на вертлюгу на одну можете садиться она свободна не успеваю надо на опережение брать все улетает по ходу не ли не возвращается есть попали сложно попали я просто бы не вижу откуда он летает а у него все горит его попали ну рады что он не захиливаются рано или поздно мы его убьем вот и вообще не попадается да незабываемые конечно впечатления оставить дракончик этот попадите кто-нибудь летел что-ли вон крылья вижу ты на матче залезу посмотри стреляйте даю баф я попал я вам а вы вижу хер знает он не попал они висит на мне баф ирана дамажил нагнем своим великим все последний бот и еще один живой есть живой один вот он который я подставил на баллистов просто 11 ботов уже перекосил давай да стой ты за своим огнем как же сука долгом перезаряжается будет обидно убить его далеко чтобы там печь и не засчиталась в этом даже вы не думать вот в такими момент надо отжидать для хочу то да он полетел вольтеров с клайдером или ходишь на твою мать нет огонь отдал воду сразу в интернете а вот все это последний год я не знаю нет еще на баллисте стрелять а еще есть живой от какого он борт и борт ну нет это главное чтобы не на парусе баф буду сейчас дать если подлетит поэтому уже пикси сейчас вы не стреляйте скачал подлетит долбов давайте все разряжаемся он бы близко подлинают я забыл перезарядиться от не стреляйте 1 2 3 давайте все давайте давайте походу сгорел ты на меня уже мало еще раз по нему попасть по-моему и еще раз все димон сочетатель и есть есть твою мать а это ад клавида сука устой даром подводу он это главное ты мифик из него ничего не падает полезного растет только по нему раз стукну посмотрим да чешуя с него падает мясо животные кости шляпа 2000 мидера еще есть есть он и тут мы на изящий придем оди тарелка ты видишь здесь да вон вообще жесть так что-то лаганул у меня а я встаю сразу с камнями я пошел прям с лутом на похер еще мелочицы там у нас летят теракты подстреливать и все я на тройку близко не подходите только но нагрится где тут налево или направо прямо прямо и направо а я помню это место вот тут было вот тут что я рассказывал были тут в грядке элементали да вот и и вот он встал куда направлено ли направо или тут элементальный каменный ребят пробежим через верх нужно идти есть есть какие труд тут куча живки короче они меня загрызли тут куча живки внутри из меня на проходе я там все там еремен перепрыгнул элементаль лучше обойти и дровее через спрыгнуть сверху почему и бежать ну вы не про для глайдов тоже голем скажи крыл голем оттуда это вывести фактически бы нереально это лучше по одному пробегать он встает и мансануть это можно я вставил и камень ставил уже да таши жалью там куча живки то видимо кто-то вставлял на агре быть хулиард живки блин то просто жесть сейчас там и ионики и скорпионы змеи на собрал внутри на меня смотрят облизывается облизывается а я ружье пока заряжа вы самое главное это меньше мельтешить и чем больше вы там туда-сюда блин бегаете больше живки туда согреваете он уставал так открытие получил все я тоже пошел я на входе умер а я сверху пробежал я за тобой прыгнул но у меня огненный элементарь догнал харьбу ты раундом у тебя камень с собой был что димон кобру бьешь так мне нужно быстрее пробежать уже сдохнуть могу и туда туда бы туда это сквозь тебе нельзя в коридорчике надо было в коридорчике стоять не лутайте меня алга теперь будет сложно подобрать тут мыши летучие мешаются сука сразу убивать одного удара вроде мышей нету да вроде есть есть мышь есть есть но мышь и ладно там все я успел я прошел все надо можно пойти они там кружатся просто я смотри я смотри встал там когда один ловим дали здесь и подсовер 8 очков открытия отвожу на себя но там еще элементарь этот лег'd дологин логин да и . да это огни жопа по гриле давай пробуй пробу ты побыстрее все я к тебе в пещеру бегу я занял давай сейчас быть забегла для все вставили получается демон тоже 100 все так да получается хочу забраться и на это видимо нереально ну что дамы и господа настало время подводить итоги этого выпуска что же мы узнали какие выводы мы можем сделать данный корабль не подходит для убийства дракона он подходит для убийства какого-нибудь кита потому что баллисты расположены так что с любой стороны может может и могут дамажить по собственно китом поэтому dragon slayer у нас перевоплотился в убийцу китов будем использовать его для этого для этих целей лучший способ убить дракона это стрелять по нему из винтовок вот что мы поняли просто палим из винтовок желательно хорошего качества сделать какую-нибудь надстройку чтобы защищала на от огня в принципе такая вот штука подойдет можно что-нибудь по-другому сделать экспериментируйте пробуйте но надежнее человека в этой игре ничего нет ну в частности против боя с драконом потому что дракон летает боты не успевают наводиться на упражнение они если берут то с маленьким запасом и тем самым они очень сильно мажут поле процентов 80 выстрелов из баллисты влетели в молоко для следующей вылазки на дракона мы подготовим еще один корабль обо всем об этом узнаете в дальнейших сериях а с вами был рирс подписывайтесь на канал ставьте лайки не забывайте рассказать про это видео своим друзьям еще забыл вам танец показать в общем либо первый либо второй танец был с дракон открыт подписывайтесь на канал ставьте лайки не забывать рассказать про это видео своим друзьям приходите к нам в трайп чтобы попасть к нам в трайп достаточно написать в группе вконтакте он мне личным сообщением ну либо в сообщении сообществом хочу в трайп там дальше разберемся от 25 лет набор в трайп приходите рассмотрим вашу заявочку в будущем мы отправимся покорять просторы золотых регионов и убивать боссов там и вставлять камни свой замечательный компас всем счастливо всем до новых встреч такие дела и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok